Арт-субботник проходит в Снеговой Паде. Район, отдаленный от моря, но художники решили это исправить. Трансформаторная будка преображается в считанные минуты. Мы всегда, вот объекты, которые находятся во дворе или стенах, мы всегда привязываем к истории чаще всего. Но Снеговой Паде, как бы, он молодой у нас такой район, и нет своей истории, да, такой, ну вот, интересной, так сказать. Вот, и мы поэтому решили, что здесь будет у нас пейзаж морской, корабли, чайки, море, наша Владивостокская тематика. Мероприятие проводят представители общественной организации «Домовой контроль». К ним присоединились и активные горожане. Всего около 40 жителей микрорайона, в том числе и дети. Здесь вот было такое жарче, некрасивое, все здесь поопытное. Сейчас здесь все красиво, понятно все. И здесь можно гулять под деревьями. Мне захотелось тоже помочь этим людям, и я захотел порисовать тоже. Повод для субботника особой четырехлетия независимой организации «Домовой контроль». Девиз этого дня – «Мы любим Владивосток». По словам активистов, такая атмосфера должна быть в каждом районе города. Мы считаем, что это главная миссия «Домового контроля» – сделать жизнь в городе лучше, комфортнее, красивее. И, конечно, очень хочется, чтобы помимо того, что мы учим, помогаем, консультируем, вовлекаем, чтобы что-то оставалось зримое, такое вот вещественное. За четыре года своей работы «Домовой контроль» бесплатно помог 27 тысячам жителям Владивостока. Частые вопросы – проблемы ЖКХ. Именно в этой сфере и разбираются специалисты. Мы помогаем выбирать советы многоквартирных домов, мы боремся с нерадивыми компаниями, мы консультируем людей, как правильно управлять своим домом. Кроме того, представители «Домового контроля» проводят юридические консультации, а также участвуют в работе организации городской школы жилищного просвещения «Управдом», выступая на семинарах в качестве спикеров. Как считают сами управдомцы, главная их заслуга в том, что они объединяют активных и неравнодушных горожан. Субботник – показательный пример. Валерия Белоус, Новости на Восьмом.